Для тихой охоты нужно выбирать сезон. Если вы хотите засолить грибы, то в лес лучше идти ближе к осени, когда пойдут грузди, рыжики и волнушки. Растут такие грибы обычно в сырых местах. Но и сейчас уже можно собрать белые грибы – подосиновики и подберезовики, которые хорошо пожарить или заморозить на зиму. Грибник со стажем Вячеслав Лопашов предупреждает, что часто можно натолкнуться на ложные грибы. Если вы идете в лес, то лучше возьмите с собой опытного человека. Ложные, во-первых, сразу окрашиваются. То есть, если возьмете ложные подберезы, подосины, даже если боровичок ложный, то вы переворачиваете и нажимаете на это. Когда вы снимаете, сразу пальцы синие. И головка сразу начинает, шляпка с обратной стороны. Там, где место среза, оно начинает сразу как-то темнеть, синеть. Обычно грибы можно найти в немного влажных лесах. Если вы увидели всего один гриб, то это хороший знак. В радиусе нескольких метров обязательно растут еще несколько. На тихую охоту Вячеслав Лопашов советует выезжать за город, где нет пыли и выхлопных газов. Но для долгих лесных прогулок необходимо подготовиться. Надевайте закрытую одежду, резиновые сапоги. Голову защищайте кепкой, панамой или платком. Как только вы возвратитесь домой с корзиной грибов, то сразу их промойте и почистите. Там остатки планктошек всяких. Там могут быть личинки, червячков, какие-то букашки, муравьишки какие-то заползать. Вот все вот это вот, все вот это вот. Живность, надо ее просто смыть. Гриб нужно сорвал, обработал его и все-таки в кастрюлю. Пускай проварится. И чем дольше он проварится, даже, говорят, несколько вод с него надо сойти, да, и только тогда он будет уже чисто съедобный. После дождя в лес за грибами можно идти примерно через два дня. А после затяжной дождливой погоды можно пойти в лес на следующий же день.